Барабзес, наши дорогие зрители! Что же, можно говорить озеру Сивану До свидания, возможно вернемся, но сейчас мы отправляемся в горы Армении Туда дальше, будем углубляться на юг страны Там впереди есть водопады, каньоны, ущелья, горнолыжки, порты и так далее Это подобное будет очень интересно Поэтому, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии Погнали в новый интереснейший выпуск! И, конечно, хочу сказать огромное спасибо тем ребятам Которые нас постоянно поддерживают донатом после каждого видеоролика Огромное спасибо! Погнали в выпуск! Кстати, хотелось бы еще такую тему отметить в Армении Что если, например, у вас машина на газу, то вообще не стоит переживать Здесь газовые заправки на каждом углу, их огромное количество Газ сейчас стоит 130 драм за литр получается Здесь даже вот мы едем сейчас Раз газовая заправка, два газовая заправка А обычного топлива нету ни дизеля, ни бензина Прямо огромные такие заправки, заправочные станции То есть это не просто один как бы бак с газом Нет, это прям огромная заправка, где там типа 6 колонок все с газом А бензина и дизеля нет Так что если у вас тачка на газу, в Армению можно ехать смело Мы заправились и хочу сказать, что топливо снова подорожало Теперь стоит 510 драм, короче, литр Просто трындец А еще здесь заправщик говорит, куда, говорит, едете Я говорю, туда-туда, там, говорит Смотрите, сейчас могут дороги перекрыть Потому что здесь сейчас должен проехать Пашинян Это президент Армении Так что поехали, может быть, повидаемся Возьмем у него интервью Здесь из-за этого, ну в принципе, как и везде Сейчас на каждом перекрестке прям стоят А полицейские я еще еду, думаю, блин, каких много А вот в итоге вот заправщик мне говорит Ну посмотрим, ладно Ну вот и приехали, нас остановили И говорят, вот, говорит, все типа на Джимрук Откройте дверь на Джимрук, типа, а я спрашиваю Дорога туда, он говорит туда Но в итоге это Он говорит, встаньте за нашим экипажем, постойте Нас пропустили, видимо, он задерживается И говорит, едьте О, но, у нас сейчас польют О, красава Ну, в принципе, плюс-минус спасибо, да Перед ним, видите, дороги нету Но перед ним вот полы моют, по крайней мере Вон там несутся два экипажа, проехали Что-то там сказали, что, типа, останавливайте Сейчас, видимо, едет Будем ждать Вон, смотрите, какой кортеж Люди все повыходили Дети машут Дети машут своему президенту Вот это рекорд президенту А где хоть он едет, я не могу понять Вот полностью тонировано Вот такая вот у вас встреча с президентом Армении получилась В Армении, прикиньте Кто бы мог подумать Я, когда ехал в Армению, даже не думал, что увижу президента Точнее, его машины И мордоворотов Больше ничего не видно К сожалению Ну ладно, едем дальше Смотреть, в какую красоту мы поднимаемся Ну здесь вообще, вау Все, двигаемся в горы, в горы, в горы Едем совершенно одни Впереди никого Сзади тоже никого Обожаю так ехать Только слева горы Справа горы И мы одни на дороге Мне кажется, после таких поездок Мы точно готовы проехать всю Монголию, да? Когда вообще никого Я уже говорил, что здесь на дорогах висят знаки С крантиком Спокойно останавливаешься И набираешь родниковую воду Этим сейчас и займемся Баки полные Начинаем двигаться Вообще обожаю набирать воду Вот так вот В родниках, высоко в горах Она леденющая Ей невозможно напиться Она такая классная Вот это начинаются красивые горы Посмотрите, какой серпантин уходит вниз Вот здесь находится караван-сарай Сейчас туда зайдем Остановимся, посмотрим Коль мимо едем Вот это дороги, ребята Виды здесь Силийский караван-сарай Ребятки, вот такая вот построечка Смотрите, туда люди заходят Пока не знаю, вход платный, не платный но на самом деле меня больше впечатляют виды которые отсюда открываются вы просто посмотрите как здесь красиво вот супер камень для фотографий смотровая площадочка то что подойдем вот оттуда мы едем самого верху и вон куда туда 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 вниз мы сейчас будем спускаться по нереальному серпантину какие-то вон скалы шикарные обязательно сейчас здесь запустим дрон потому что я хочу вам показать этот серпантин ну вообще ну вообще людей кстати здесь немного и вот туристический один автобус приехал и туда как получается много людей сразу пошло поэтому сейчас немножко подождем они чарят и мы так сказать свободен пойдем посмотрим мы поставили чаечек сейчас чай попьем и пойдем смотреть красоту о заварился так зашли в палатку здесь у нас было пятьсот шестьдесят драме рожка стой в итоге они говорят что типа ничего страшного берите целую чучку это же типа детям вот он и гостеприим мы пойдем в караван сарай зайдем с тобой ёпреса т мы пойдемте посмотрим это старинное замечательное место ой как опасно ой ну да там темно а у меня нет собой давайте телефон дали ой как здесь хорошо а где родик дай телефон пожалуйста родик дай телефон пожалуйста здесь получается свет свет только вот сверху попадает и все ух ну да солнце заходишь ничего не видно оттуда потом выходишь на солнце и просто папу попутал вообще ничего себе вот это там темнота а теперь пойдем сейчас вот эту смотровую последнюю точку и поедем уже вниз мы даже подумали здесь за ночевать здесь вот видите пожалуйста костры даже делают видимо шашлык мошлык действительно потрясающе красивое место но здесь вообще нету связи оставаться без связи в диком месте то еще удовольствие поэтому нет просто идем вот так вот на смотровую а ребята это просто топчик смотрите мы сейчас будем спускаться вон туда вот где вот этот лесок тут серпантин вообще нереальный смотрите кадры с дрона и и и и и и все мы двигаемся дальше блин прям обязательно надо заезжать в это место есть путешествуете по армении березки березки вы только посмотрите это же березки вот это да и здесь много сто лет уже не видели березки вот этот вид путешественников вообще особо классный это какого надо быть мышление чтобы загрузить на свой велосипед кучу багажа и херачить по горам по этим серпантином реально крутые ребята мы сейчас едем и вот здесь вот короче прям на дороге был кемпинг но вроде там короче все есть и стиралкой туда и сюда но стоимость достаточно высокая 2000 рублей ночь поэтому мы решили что мы сейчас поедем мы как бы туда вообще не планировали заезжать я просто увидел и решил рассказать что есть значит не один кемпинг в армении а к минимуму два которых я уже нашел но которые соответствуют хоть каким-то классным стандартам мы сейчас двигаемся в горы сейчас едем по м2 трассе на ереван поедем куда-то туда сейчас горы вот в эти вот красивые красивые смотрите какая красота там есть какой-то монастырь который тоже рекомендуют посетить и в нашем большом сообществе в онлайферов говорят что там можно будет и заночевать там есть достаточно отдельная парковка да этим посмотрим какие здесь красивые скалы такие красные что ли есть предупреждение что камнепады и ну видно что камни свеженькие валяются да я просто не могу не остановиться вы посмотрите что за моей спиной до машину но вы посмотрите какие скалы здесь течет точнее должна течь река арене по-моему или арене она называется посмотрите какое нахрен ущелье ай-яй-яй какие высоченные отписные скалы просто посмотрите как кусок там висит вообще здесь развязка мигри и на ереван туда дорогу уходит обалдеть здесь просто обалденно ребята вот это да не знаю насколько сейчас продлится это ущелье вдоль него ехать но это вообще безумная красота по таким дорогам ездить это я не знаю реально какой-то оргазм блин вообще вот это да ладно поехали смотрите впереди какие красные скалы они реально красные прям обалдеть мы кстати еще сегодня переночуем а потом здесь по пути есть еще интересные места мы просто сейчас их проскакиваем чтобы вовремя встать на ночевку а вот чуть позже покажем глядите смотрите какие здесь скалы здесь красные скалы которые я показывал издалека мы прям к подножию подъезжаем и вот он здесь на вершине стоит монастырь туда мы и едем там должна быть парковка нормальная но это не точно Нораванг парк въезжаем Нораванский монастырь я выхожу из машины и просто охреневаю ребята каждая ночевка просто прекрасней другой посмотрите у нас тут вот монастырь красные скалы кругом просто красные скалы и вот здесь гляньте какая у нас поляночка вот такой вот настил из сена мы сюда поставим стол и будем вот так вот завтракать с таким видом это просто невероятно ребята это просто какая-то магия природная магия видите как красиво у нас здесь вот это да красные скалы я своим говорю давайте выходите из машины посмотрите какая кругом красота вы метаетесь смотрите мы входим в эту красоту невероятно здесь есть кстати схема и написаны различные штрафы так не знаю здесь плата не плата нет наверное бесплатно свечки только купить поставить если на территории есть музей это музей сколько стоит я понял у нас нет налика поэтому идем дальше в армении заметил короче вот такие аппараты прикольные вообще просто нигде их не видел засовываешь сюда деньги тысячу драм и тебе выкатывается вот такая вот монета то есть с этого места и вот у них на многих достопримечательностях стоит такие аппараты где ты можешь на память сделать такую монету кыш круто здесь кстати женщинам выдают платки а мужчинам если пришли в шортах выдают и короче пони фартук такой вот и здесь кстати везде тоже вот я уже говорил что везде есть стенды где можно почитать информацию но трендец этому стенду а есть для тех кто не видит на разных языках армянский, английский, русский, итальянский и французский да здесь вот это сочетание вот этой церкви красный надо с той стороны показывать на нее еще солнце и вот этих вот красных скал это что-то ну это не передать словами ребята сюда нужно приезжать и еще есть вот эти древние захоронения плиты это просто вау это что-то бесподобно вообще я не могу, мне даже не хватает слов, да? ну серьезно, вот мы не видели такого нигде еще белые голуби сидят на арке кстати вау 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 я думал здесь такая смотровая будет нет смотровой прям как таковой нету но конечно виды это вообще завораживает надо посмотреть как с той стороны сейчас смотрится этот храм пойдемте вместе посмотрим посмотрите да как все это смотрится такой очень маленький вход я не знаю почему маленькие такие люди реально были что-ли жили не могу понять здесь кстати можно спуститься еще вообще вниз туда вот куда-то глубоко надо сейчас посмотреть видимо под землю мы заходить не будем потому что ни платки, ни эти короче мы не взяли там на входе не там надо фартуки тоже одевать я хочу так я хочу так снаружи посмотреть класс так мы решили спуститься вниз с детьми ой 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 что нас ждет? неизвестно там полнейшая темнота Тема со мной не страшно? ой это прям пещерный какой-то город да 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 мы спустились родик тоже давай пойдемте посмотрим что там проходи аккуратно только Темка аккуратно просто крест а здесь наверное просто крест иди сюда и ложат монетки так я же говорю по воде кратить я же говорю о детях да мы думали подземные ходы какие да ладно пойдемте наверх там лезем обратно ну по крайней мере спуститься вот так под землю это конечно забавно интересно было потому что сверху стоишь ты даже не видишь вот это вот дна представляете насколько вот здесь в принципе темно ооо оттуда мы приехали ехали ехали и забрались вот в эту красоту ой 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 я очень хочу вовнутрь зайти а еще или мы идти вовнутрь а оу 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 мирошка сам поднялся сам требует спускаться весь в пылище вообще аккуратно мироша аккуратно тиши ты встали конечно мы прекрасно ночевку вау вообще пару слов спасибо класса все обожаю пару слов и пару слов единственное что сейчас люди все разъедутся время почти 7 вечера люди все едут 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 даже не представь доски здесь все это работает закат уже почти солнышко там провалилась и все и можно расстелаться будет и ложиться спать а завтра просыпаться конечно это невероятно вообще слушай в таких местах вот вот когда нам пишут в отчетом не квартира чё там не отель вот какой отель какая квартира ну по крайней мере здесь тебе даст вот это вот проснуться и засыпать с таким видом ну какая никакая поэтому спать в палатке или вот так вот в машине дали есть там удобно то это это лучший вариант либо в палатке и на машине там авто дом ну я не знаю будет очень сложно забраться в эту горку и кстати да такой серьезный пригорок финишный вот этот вот то есть те кто не за и не не смогут забраться в них видите вот этот знак парковка там можно снизу встать а дальше такой достаточно серьезный подъем не для всех но точно не для больших посмотрите у нас же солнышко упало за горы мы уже постелились все же готова ко сну осталось только поужинать и хочу показать что вот эти горы за счет того что солнце уже упало за гору да они стали еще краснее короче солнышко еще и раскрасила неплохо так все мы будем ужинать и ложиться спать а завтра продолжаем путешествовать но все чё но просыпаться с таким видом этого единственный минус этого места это то что вы проснулись пол девятого а здесь уже туристы короче это то есть еще удовольствие но тем не менее это потрясающе сейчас мы поедем сразу же посмотрим мы решили здесь не завтракать потому что едут уже туристы мы проснулись в пол девятого вот очень местных много воскресенье вот и кто захочет здесь переночевать с этим шикарнейшим видом то конечно лучше просыпаться часов в семь завтракать уезжать потому что в пол девят мне даже 20 девятого приезжают уже первые машины и все как бы ты не получаешь тут кайф который получали мы вчера когда все разъехались короче сейчас быстро поедем вниз досматривать то что есть внизу и 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 все, как говорится, поехали. Я не могу просто взять и уехать с этого ущелья, почему? Потому что вот там есть кемпинг, там можно палатку поставить и там же пещера, но почему-то пещера закрыта, поэтому мы туда не пошли. И то же самое с рестораном. Смотрите, здесь есть кафе, магеллан какой-то, но тоже оно закрыто почему-то. К сожалению, видимо, еще рано, надо, наверное, днем сюда приезжать, но сама концепция, да, что туда поднимаешься и где-то в пещере кушаешь, это прикольно. Интересно, конечно, было бы там позавтракать, но, увы, все закрыто. Поэтому мы отправляемся дальше. Продолжение следует...